Дмитрий Алексеевич – мой дядя. Дядя Митя, как я его всегда называл. Это был необычнейший, оригинальнейший человек. Его мысли ежесекундно были связаны с культурой и творчеством. Он был немного не от мира сего, жил только интересными вещами, и менее практичной личности нельзя было и выдумать. Страшно наивный, нелепый, абсурдный, даже бестолковый, дядя Митя никогда не был пошлым. К нему относились с иронией, которую он запросто пропускал мимо. Земное для него не существовало. Его ассоциации и сопоставления не покидали объемного культурного пространства. Он был праздничным человеком, а если случалось помрачнеть, то как-то по-бетховенски. Не прозаичный, а поэтичный и романтический. Не аналитик, а интуит. Дядя Митя обладал природной бескорыстностью, тормоша окружающих большими вопросами. О России он был глубокий патриот, о религии и вере он был ревностно православным, о науке. Много десятилетий он дружил с астрономом Козыревым и вспоминал его в своей книге. В начале 60-х годов среди людей, окружавших нас, появился человек, оказавший на мой внутренний мир колоссальное влияние, обогативший сознание плодоносными идеями и гипотезами. Это был, по моему глубокому убеждению, гениальный, непонятый своим временем ученый, мыслитель и астроном Николай Александрович Козырев. Я знал его и раньше, до войны. Тогда он был подающим надежды астрономом, приятелем Лиды Радловой, с которой его соединяли профессиональные интересы. Помнится, Лида пригласила и привезла Колю Козырева на Селигер, в Неприе, когда вся наша семья жила у Бакинщика Петрова. В Козыреве сразу была заметна широта интересов и быстрый ум. Все в нем выдавало человека любопытного к тайнам природы, одаренного редкой памятью и эрудиции. На всех обитателей избы Бакинщика он производил впечатление человека эмоционального, впечатлительного и очень увлекающегося. Он как бы излучал силу и здоровье. Уже по первому взгляду в нем можно было угадать спортсмена. После войны Коле Козырева были уготованы великие испытания. Он просидел 10 лет в сталинском лагере. В эти же страшные годы в том же ГУЛАГе находился и Александр Солженицын, с которым он встречался после освобождения и которого часто потом вспоминал. Поверх барьеров. Памяти композитора Дмитрия Толстого. Эфир 18 августа 2003 года. Говорит радио «Свобода» Поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. 14 августа в Петербурге скончался композитор Дмитрий Алексеевич Толстой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как формула вся жизнь продумана, как труп анатомом разъята, играет сын сонату Шумана, мою любимую когда-то. И снова музыкой взволнована, покою жизнь противоречит. И то, что волей было сковано, взлетает музыке навстречу. Играй, мой сын, все были молоды, и ты, как я, утраты встретишь. И на бесчисленные доводы Страданию музыкой ответишь. Это стихи матери Дмитрия Алексеевича Натальи Васильевны Крандзьевской. Вся семья была литературно-художественно-музыкальная. Отец – писатель Алексей Толстой. Бабушка по отцу – романистка Александра Леонтьевна Тургенева. Ее сестра Мария Леонтьевна под старость писала какие-то философические трактаты на обратной стороне Черновиков к Петру Первому. Бабушка по матери – прозаик Анастасия Романовна Тархова. Дед по матери – издатель Василий Афанасьевич Крандзьевский. Сестра матери – скульптор. С детства в доме – музыка. И первые воспоминания – музыкальные. Еще к жизни на Московской улице относятся мои первые музыкальные впечатления. Никита почти каждый день садился за рояль. «Переносясь мыслью к тем дням, я вижу косо падающий в окно луч солнца, в котором плавают пылинки, и слышу из соседней комнаты звуки разучиваемых Никитой инвенций Баха. Интонации уже врезались в память, так как Никита повторяет инвенцию третий раз, и я с непонятным наслаждением узнаю то, что уже несколько секунд назад ожидалось. Радостно и немного странно. Я никогда не предполагал, что узнавание ожидаемого так приятно». Это воспоминания о си-бемоль мажорной инвенции первое и на всю жизнь. Потом таким же образом ложится на слух первая часть пятой сонаты Бетховена, его шестая соната, аллигретта из девятой и семинорная прелюдия Шопена. «Эта музыка, игранная братом, была моим первым романом с искусством. Первый роман, как известно, незабываем, и я до сих пор не могу бестрепета слушать среднюю часть шестой сонаты Бетховена. Она воскрешает картины детства». Дмитрий Алексеевич Толстой родился 20 января 1923 года в Берлине, где семья отца доживала последние эмигрантские месяцы. Алексей Толстой к тому времени уже порвал почти все прежние связи, и эмиграция порвала с ним. Он налаживал возвращение в Россию, и летом 1923-го весь клан отправился в Петроград. Митя Толстой рос младшим, любимым и любящим. Его книга воспоминаний, названная «Для чего все это было», полна задушевных страниц, посвященных родителям. «Я всегда восхищался отцом. Он был художником с головы до ног, до мозга костей. Большой, шумный, веселый. Мне казалось иногда, что в общении с людьми он часто играл, но артистизм его не был предназначен для того, чтобы пленять. Это была необходимая для него самого работа. Ему, вероятно, нужен был создаваемый им в разговоре образ. «Впоследствии я убедился, что отцовский артистизм многое определил в его судьбе. Может быть, благодаря тому, что он обладал дарованием актера, он остался жив, и все мы, его домочадцы, не погибли в лихолетие». Болтая с людьми о том осем, часто о пустяках, он продолжал оттачивать мысль, шлифовать фразу. Он не мог отдыхать от трудов, его работа стала частью его самого. И во время ежедневных прогулок с приятелями он продолжал писательскую работу. Прогулки, разговоры – это был для него физический, а не умственный отдых. Я никогда не видел, чтобы он выключался или включался. Даже во время многолюдных пиршеств, хмелевший, он оставался самим собой, то есть художником. Мне представляется, что у таких натур, каким был отец, не могло и не может быть настоящих друзей. Конечно, отец многих любил, потому что был щедр душою. И почти все близкие к нашему дому, завороженные его обаянием, талантом, который он излучал, любили его. Эта любовь у многих доходила до преклонения. И все-таки настоящих друзей у него не было и не могло быть. В нем самом жило так много людей, которые превращались в персонажи, что художник Алексей Толстой пожирал в нем человека. И был потому в нем тот лермонтовский холод, который царствует в душе, когда огонь кипит в крови. Созданный мир был настолько обширен и наполнен, что там порой не оставалось места для житейских страстей и привязанностей. Он часто забывал про людей, не замечал их. Проявлявшаяся иной раз равнодушие к людским судьбам, казавшаяся жестокостью, не было по существу жестокостью, это была просто нехватка места в нем для людей. Я это осознал позже и не могу, вспоминая все это, его осуждать. Так иногда устроен большой художник. Если где-то взято сверх меры, значит где-то потеряно. Природа восстанавливает равновесие. А вот строки о матери Натальи Карандеевской, стихи, которые звучат в сегодняшней программе. В характере матери поражало полное отсутствие писательского честолюбия. Она никогда не стремилась к славе, к признанию. В этом сказались два основных свойства ее натуры – женственность и чувство вкуса. То, что Гёте называл «вечно женственное», чрезвычайно подходит для обрисовки ее внутреннего облика. Она была всегда, во всем и прежде всего женщиной. Любовь к отцу, безграничная, захватывающая все ее существо, не оставляла места для честолюбия. Будучи женой Толстого, она находила безвкусным делать литературную карьеру. Ей, вероятно, казалась смешной мысль о сочетании семейной жизни с литературным соперничеством. Это выглядело бы, по ее мнению, мещанством. Поэтому, напечатав в издательстве Некрасова в 13-м году свою первую книжку, издав в 19-м и 22-м годах еще две книжки стихов за границей, она, вернувшись на родину, посвятила всю свою жизнь отцу, его творчеству и его делам. До 35-го года она ничего не писала, если не считать стихов, написанных по просьбе отца к декабристам. Кстати, эти стихи вошли в окончательную редакцию оперы и до сих пор звучат со сцены. Мама никогда не предъявляла авторских прав на них. Она считала эти стихи чем-то вроде мелкой услуги, которую она оказала в свое время мужу и его другу. Отец ценил стихи матери и высоко ставил ее как поэта. Как-то раз он сказал Пушкову, который выражал ему свой восторг и удивление по поводу его мастерства. Они гуляли тогда в парке. Какой я мастер? Вот Туся — это настоящий поэт и настоящий мастер. В годы, когда моя мать жила с отцом, поэт Наталья Крандиевская замолкла, и вся ее жизнь растворилась в отцовской литературной жизни. Но после рокового для нее 35-го года появляется поэт Крандиевская-Толстая. Она писала до последних дней жизни. В 60-х годах уже слепая диктовала стихи детям и внукам. Стихи — это было последнее, что оставалось для нее. И это последнее и единственное было одновременно оружием в борьбе со слепотой. Она писала перед смертью. «Есть память глаз, она воссоздает незримый мир в окраске и деталях, и вереницы зорь в оранжевых вуалях, и высельковый синий небосвод. Все-все воображению подвластно, ему я верю больше, чем глазам, и мир воображаемый и прекрасный ни мраку, ни унынью не предам». К 10-летнему возрасту любовь к музыке у Мити Толстого стала осознанной. Осенью 33-го года на мои бесконечные импровизации на рояле обратили внимание Шапорин и Шостакович, часто бывавшие у отца. Маститые композиторы заявили родителям, что у меня есть дарование и что меня надо учить музыке как следует. На семейном совете с участием музыкантов решено было направить меня к Венедикту Венедиктовичу Пушкову для занятий по гармонии и композиции. И в тусклый декабрьский день 33-го года, когда все кругом было запорошено крупными хлопьями снега, я появился у Пушкова в фонарном переулке, сгорая от страха и любопытства. В большой папке с портретом Бетховена лежали мои пьесы для фортепьяно, а заглавленные «Серое тоскливое утро», «Веселое украинское утро», «Фарфоровая чашечка», «Смертная песнь у лирики» из Вальтера Скотта, «Предчувствие», «Ссора с мамой» и т.п. Пушков очаровал меня сразу, я мгновенно подпал под власть его обаяния. Он спросил меня, сколько ключевых знаков в ми-мажоре. После моего удовлетворительного ответа вопросов по теории больше не было, и начались уроки. Венедикт Венедиктович стал для меня не только учителем по гармонии и композиции, но и учителем с большой буквы, человеком, к которому я мог обратиться с любым вопросом и по любому поводу. Его авторитет стал непререкаемым и универсальным. Через год занятий с ним я овладел гармонией, гармоническим анализом, и Пушков занялся со мной анализом форм. Интересно, что основы голосоведения, преподанные мне в 1934 году, настолько врезались в сознание, что я сразу же стал писать для себя самого свод правил в виде маленького учебника гармонии. В 1940 году, когда я поступал в консерваторию, моя работа на вступительном экзамене настолько понравилась, что я был освобожден от лекции по гармонии. Это я отношу целиком за счет педагогического мастерства Венедикта Венедиктовича. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете передачу памяти композитора Дмитрия Толстого. Подготовил и ведет передачу Иван Толстой. «Дмитрий Алексеевич – мой дядя. Дядя Митя, как я его всегда называл. Это был необычнейший, оригинальнейший человек. Его мысли ежесекундно были связаны с культурой и творчеством. Он был немного не от мира сего. Жил только интересными вещами, и менее практичной личности нельзя было и выдумать. Страшно наивный, нелепый, абсурдный, даже бестолковый. Дядя Митя никогда не был пошлым. К нему относились с иронией, которую он запросто пропускал мимо. Земное для него не существовало. Его ассоциации и сопоставления не покидали объемного культурного пространства. Он был праздничным человеком, а если случалось помрачнеть, то как-то по-бетховенски. Не прозаичный, а поэтичный и романтический. Не аналитик, а интуит. Дядя Митя обладал природной бескорыстностью, тормоша окружающих большими вопросами. О России он был глубокий патриот. О религии и вере он был ревностно православным. О науке. Много десятилетий он дружил с астрономом Козыревым и вспоминал его в своей книге. В начале 60-х годов среди людей, окружавших нас, появился человек, оказавший на мой внутренний мир колоссальное влияние, обогативший сознание плодоносными идеями и гипотезами. Это был, по моему глубокому убеждению, гениальный, непонятый своим временем ученый, мыслитель и астроном Николай Александрович Козырев. Я знал его и раньше, до войны. Тогда он был подающим надежды астрономом, приятелем Лиды Радловой, с которой его соединяли профессиональные интересы. Помнится, Лида пригласила и привезла Колю Козырева на Селигер, в Неприе, когда вся наша семья жила у Бакинщика Петрова. В Козыреве сразу была заметна широта интересов и быстрый ум. Все в нем выдавало человека любопытного к тайнам природы, одаренного редкой памятью и эрудицией. На всех обитателей избы Бакинщика он производил впечатление человека эмоционального, впечатлительного и очень увлекающегося. Он как бы излучал силу и здоровье. Уже по первому взгляду в нем можно было угадать спортсмена. После войны Коле Козыреву были уготованы великие испытания. Он просидел 10 лет в сталинском лагере. В эти же страшные годы в том же ГУЛАГе находился и Александр Солженицын, с которым он встречался после освобождения и которого часто потом вспоминал. Если до войны Козырев был талантливым молодым ученым, влюбленным в науку и верящим в ее могущество, то из лагеря он вернулся глубоко верующим человеком. Много лет спустя, в 1975 году, когда я гостил летом у него под лугой, Коля сказал мне, «Как я завидую вам, Митя, что вы пришли к вере спокойно, без особых страданий. Я же был убежденным атеистом. И мне, чтобы я уверовал, надо было кол на голове тесать. И он поведал мне о нескольких чудесных случаях, произошедших с ним на Дальнем Севере». Это были те моменты личного опыта, которые могут быть названы встречей с Богом, о которых помнит каждый верующий и о которых редко говорят. Разумеется, главным в жизни Дмитрия Алексеевича Толстого была музыка и музыкальные фигуры, учителя. Вот, к примеру, портрет Сергея Прокофьева. Незадолго до революции Прокофьев был в гостях в респектабельном доме. Чай был выпит, и композитор сидел в гостиной, листая модный журнал. К нему подошел какой-то офицер и сказал «Знаете, Сергей Сергеевич, я недавно слушал в благородном собрании вашу сюиту Алла и Лолей». «Ну и что?» — спросил Сергей Сергеевич. «Должен вам признаться, ничего не понял». «Ну что же», — небрежно произнес Прокофьев, продолжая листать журнал. «Мало ли кому продают билеты на концерты». Зимой 40-41 года я встречался с Сергеем Сергеевичем три раза. Один раз на концерте, где была исполнена сюита из Александра Невского. Второй — на его исполнении шестой сонаты. И третий — при неожиданных обстоятельствах, когда передо мной обозначились совсем другие стороны Прокофьевского характера. Каменский получил от Прокофьева клавир пятого фортепьянного концерта с просьбой выучить его и сыграть. Концерт показался Александру Даниловичу трудным, и учить его не захотелось. К тому же ему предстояло много других выступлений. Но самому Александру Даниловичу объясняться с Прокофьевым не хотелось. И он возложил на меня нелегкую задачу — отдать приехавшему в Ленинград композитору ноты и передать, что он, Каменский, сыграть концерт не может. Прокофьев остановился в Европейской. Вечером я постучался к нему в номер. Услышав, кто там, осторожно вошел. Композитор сидел за столом под зеленым абажуром и что-то писал. Я сказал, простите, Сергей Сергеевич, я вам, вероятно, помешал. Он переспросил, не поднимая головы. Вы? Мне? Да, конечно, помешали. Я растерялся. Тогда я, пожалуй, уйду. Он слегка повернулся ко мне. А что у вас в руках? Я подошел ближе и ответил «Ваш концерт». Тут он меня узнал. Улыбнулся, встал, взял концерт и, став со мной рядом, начал его перелистывать. «Вам нравится мой концерт?» — спросил он. «Очень», — ответил я, хотя совершенно не знал концерта. И тут в нем проснулось что-то ребяческое. Он стал, листая, похваливать свою музыку. «Вот, глядите, здесь пассаж. Он обрушивается, как шквал. Какой эффектный удар тарелок. А вот новый ритм. Слышите? Колоссально, не правда ли?» Я улыбался, поддакивал, а про себя думал. «Невероятно. Он ведет себя со мной, как с равным, и хвастается, как мальчишка. Что это? Наверное, все гении иногда наивны, как дети». Тут он вдруг спросил. «А зачем вы принесли мне пятый концерт?» Я опять смутился, залепетал про Каменского, который отдает ноты и передает, что не сможет сыграть. «Каменский не сможет?» — переспросил Сергей Сергеевич. «Ну и не надо. У нас в Москве объявился новый молодой пианист. Его еще никто не знает, но играет он прекрасно. Его фамилия Рихтер. Он сыграет пятый концерт». Композитор Дмитрий Толстой прожил 80 лет. У него 8 опер. Среди них 5 на сюжеты из русской литературы. «Маскарад», «Капитанская дочка», «Гранатовый браслет», «Князь Серебряный», «Марюта Рыбачка» — это 41-й по рассказу Бориса Лавренева, балет Аэлита, симфония, инструментальные концерты, камерные ансамбли, фортепьянная музыка, включающая 24 сонаты. На последней странице воспоминаний, для чего все это было, Дмитрий Толстой, распрощавшись с героями своих мемуаров, говорит, «Теперь надо попрощаться с Родиной. Опять лезет в голову, прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ». Нет, дало эту цитату, не хочу. «Прощай, любимая, прощай, неласковая, прощай, единственная, прощай, раздираемая последней борьбой и одержимая бесами и святая. Уже не увижу я, во что ты превратишься после очистительных бурь. Не быть тебе империей, я это знаю точно. И никакие насилия, никакие кровопролития не вернут Российскую империю белого царя и даже Советскую империю кремлевских диктаторов. Но если ты обратишься к покаянию, то обретешь, наконец, свет и будущее. И тогда, уйдя в другие измерения, я порадуюсь оттуда твоей неведомой светлой судьбе». Субтитры создавал DimaTorzok «Уходят люди и приходят люди. Три вечных слова было, есть и будет, не замыкая, повторяют круг. Венок любви и радости и муки подхватят снова молодые руки, когда его мы выроним из рук. Да будет он и легкий, и цветущий, для новой жизни нам во след идущий благоухать всей прелестью земной, как нам благоухал. Не бойтесь повторения и смерти таинства, и таинства рождения благословенны вечной новизной». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На волнах Радио Свобода вы слушали передачу памяти композитора Дмитрия Толстого. Отрывки из воспоминаний читал Дмитрий Волчук. Звучала музыка Дмитрия Алексеевича и стихи Натальи Каранзиевской. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Голосовой помощник Радио Свобода Привет! Это Маруся. Хорошие новости? Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке Капсула. Просто скажите Маруся включи Радио Свобода. Свобода становится еще ближе. Какую Россию мы оставим нашим детям? Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы и полная нация была полная здоровая. Вот и все. Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам. Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, и от кого не зависело. Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить. Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России. Радио Свобода. Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете передачу Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров картинки с выставки. Богини. Античные мотивы в современной моде. Соломон, переходя к музыкальной части наших картинок, я хочу задать вам один важный вопрос. Художники, писатели, поэты и, как мы видим, даже модельеры могут подражать грекам, потому что история сохранила нам великие образцы античного искусства. Но от греческой музыки, насколько мне известно, почти ничего не осталось. Я знаю только несколько тактов, авторство которых приписывают и в репиду. Этот мотив звучит в фильме Феллиниса Терикон. Он же сопровождал ему рассказ о выставке. Что же имеют в виду композиторы, когда они возрождают, так сказать, никому неизвестную древнегреческую музыку? Мне кажется, что любые реконструкции и вот это, в частности, которое только что прозвучало, это все-таки не больше и не меньше, чем фантазии современников на темы, о которых они ничего не знают и точно знать не могут. Но вот эти фантазии каким-то образом соответствуют их теперешним представлениям о том, какой должна быть Греция, какой должна быть древность и так далее, и так далее. То есть мне кажется, что вот этот фрагмент гораздо больше говорит о современных вкусах авторов этой реконструкции, чем о какой-то реальной древнегреческой музыке, от которой ничего, даже рожек и ножек, не осталось и, думаю, что которая уже и невосстановима. Мне кажется, в этом смысле честнее поступил Сергей Иванович Танеев, замечательный русский композитор, когда он, написав, может быть, единственную оперу на такой вот классический античный сюжет, Аристеев, вообще отказался от какой бы то ни было идеи, какой бы то ни было стилизации. То есть он никак вообще не стал соотносить музыку своего опера не только с неизвестными ни ему, ни нам образцами подлинной древнегреческой музыки, но и с никаким представлением о том, как может или должна была бы звучать такая музыка, а просто сочинил свою оперу, исходя из своих представлений о величественном стиле, достойном как бы вот этого сюжета. Вообще, я должен сказать, что если весь восемнадцатый русский век прошел в значительной степени под знаком античности, начало девятнадцатого тоже, то уже где-то вот со второй половины девятнадцатого века наступил резкий спад интереса к античности. она в русском воспринимается как нечто совершенно далекое, чуждо и скучное. Поэтому, когда Танеев в восемьсот девятнадцатом году опера была поставлена, он ее писал с восемьсот восемьседьмого по восемьсот девяносто четвертый год, то общий тон критики был такой, ну что это, кому это нужно, кому нужен этот скучный сюжет, все это какие-то допотопные предания, которые совершенно не способны привлечь интересы публики. Но профессионалы, на них эта опера произвела сильнейшее впечатление и в частности такой строгий критик и вовсе не такой уж дружественный к Танееву, как Римский Корсаков написал о том, что в этой опере есть страницы необыкновенной красоты и выразительности. Для Римского Корского это колоссальный комплимент. И я с ним согласен. В этой опере есть очень выгодные для вокалистов моменты, поэтому мне очень удивительно, что до сих пор опера остается забытой не то, что на Западе, где ее практически вообще никогда за мои 27 лет я не видел бы, чтобы где-то в репертуаре западного оперного театра появилась бы Аристея Танеева. Но и в самой России, насколько я знаю, ее почти не исполняли. Вот недавно я прочел, что Геннадий Рождественский хочет поставить наконец эту оперу и я бы очень приветствовал такую инициативу с его стороны, потому что, как я сказал же, опера замечательная. Картинки с выставки «Богини. Античные мотивы в современной моде». Передачу, в которой принимает участие музыковец Соломон Волков, ведет Александр Геннис. Эфир 16 августа 2003 года. В эфире очередная передача передача из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск посвящен открывшейся в Нью-Йоркском институте костюма выставке «Богини. Античные мотивы в современной моде». Как обычно, рассказ о выставке иллюстрирует музыка, связанная с темой программы. Передачу ведут Александр Геннис и музыковед Соломон Волков. Однажды в Афинах я видел чудную византийскую церквушку, чьи кирпичные стены пестрили белокаменными вкраплениями, обломками прежней архитектуры. Этакая христианская утилизация языческого вторсырья. В средние века античные руины называли Мармария. Веками тут без хлопот, затрат и угрызений совести добывали мрамор. Несмотря на антикварный пиетет, мы с античностью обходимся точно так же. Греция бесплатный рудник богов и героев, имен и понятий, образов и метафор. Мы вертим античностью как хотим, и у остатков свои мифы. Причем, как в детском конструкторе, одни и те же детали годятся для всего, от храма до вертепа. У всякого века своя античность, и каждая из них говорит о современнике больше, чем о предках. В Переях есть Бюст Фемистокла, сработанный безвестным скульптором 19 века. Герой Соламина изображен там с бравыми усами, такими, как на парадных портретах императора Франца Иосифа. Обычные эллины брились. Философы, трудно представить себе древнего грека с пышными буденовскими усами. Мы творим историю по своему подобию, вернее, выбираем из прошлого то, почему тоскуем в настоящем, ибо, как говорят в чеховской свадьбе, в Греции все есть. И, как говорил Шелли, все мы греки. Нью-Йоркский институт костюма решил показать своим бесчисленным зрителям, как этот тезис осуществляется на практике, в модах. Для этого куратор музея Гарольд Кода представил своего рода Аркадию, идеальную античность, в которую любили играть просвещенные аристократы 18 века. Чтобы проследить, как менялась и не менялась греческая мода в западном костюме, институт выставил 140 нарядов от 18 столетия до наших дней. Результатом стала самая красивая выставка, которую мне довелось видеть за те 20 с лишним лет, которые я посещаю эти высококультурные и точно общедоступные выставки. Среди представленных нарядов много таких, от которых глаз не отвести. Это Венера и Юнона Кристиана Диора 1949 год, свадебное платье Имамото 1998, платье американца Тома Форда, сочиненное в прошлом году для дома Ив Сент-Лоран, наряды, пошитые для Николь Кидман и Дженнифер Лопес и множество других, то элегантных, то пышных костюмов с беспредельным остроумием, варьирующих античную тему. Это не значит, что у выставки нет недостатков. Критики злорадно указывают на целый ряд промахов. Институт полностью проигнорировал такой важный элемент древнегреческой традиции, как балетный костюм. Нет здесь и одежды разных народов, унаследовавших греческие фасоны. В Турции, например, до сих пор носят туники. Впрочем, музей и не притворялся, что его целью являлся научный отчет о своем предмете. Нарядное, тут особенно подходит это слово, экспозиция пытается перенести зрителя в мир античных фантазий, иллюзий и аллюзий. Она показывает нам игру в греков, поэтому таким уместным кажется броский эпиграф к выставке. Еще на лестнице посетителя встречают три олимпийские богини, настоящие античные статуи из богатейшего собрания Метрополитен, одетые в наряды модельеров 20 века. Умышленный анахронизм сразу отрывает нас от исторической действительности, чтобы перенести в ту романтическую феерию, которая, собственно, и должна творить высокая мода, не имеющая никакого отношения к реальности. Тем не менее, эта кутюр-фантазия опирается на вполне достоверный исторический фундамент. Выставку предваряет толково составленная надпись на стене, из которой мы узнаем все, что надо знать о том, как одевались женщины в Элладе. Информации совсем немного, просто потому, что одевались они просто. Женщины носили длинный хитон с рукавами или без, в одном месте перехваченный поясом. Поверх него надевали плащ гематий. Пеплос, в отличие от хитона, оставался открытым с правой стороны. Его подпоясывали или носили без пояса. Ткани изготовлялись из льна и шерсти. Для женской одежды еще использовали виссон, шелк. Ткани могли быть белыми или цветными. В женской одежде их часто украшали шитьем и вышивкой. Штаны считались варварской одеждой. Это был типичный элемент наряда воинов иноземного происхождения. Среди женщин штаны носили только амазонки. Женскую одежду греков мы знаем несравненно лучше мужской по классическим статуям. Это не случайность. Эллины изображали мужчин обнаженными. Считалось, что идеальная красота воплотилась именно в мужском теле. Женщин же надо прикрыть хотя бы чуть-чуть нарядом. Не столько из целомудрия, сколько из эстетических соображений. Кроме того, греческая культура в принципе была мисогенической. Она боялась женщин и не доверяла им. Сама страсть, которая возбуждала женское тело у мужчин, казалась грекам непостижимой, непобедимой и потому смертельно опасной. Любовь к женщине, верили они, разрушает рациональное начало в жизни и приводит общество к хаосу. В конце концов, Эллада хорошо помнила, из-за чего, точнее, из-за кого началась Троянская война. Первое, что мы вспоминаем, думая о всякой греческой статуе, складки ее одеяний. Обходясь практически без портного, женский наряд украшал себя сам волнами ткани, которые придавали мрамору динамизм, а телу истому. Вспомним Венеру Милосскую. Скульптор изобразил ее в тот момент, когда одежда не спадает с прекрасного тела. Остановив богиню в самый интересный момент, он преподал урок всем последующим соблазнительницам. Искусство драпировать складками простой по покрою костюм просуществовала всю античность. Древнеримская тога, простой четырехугольный кусок ткани, которого не касалась портняжная игла, требовала такой сложной укладки, что у римских сенаторов уходило несколько часов на то, чтобы с помощью складок придать своему облику аристократический вид, совмещающий непосредственность, свободу и достоинство. В более поздней эпохе этот эффект достигался гофрированием ткани. Не зря греческие солдаты на парадах до сих пор носят гофрированные юбки-плесе. Элленам складки одежды напоминали их любимую водную стихию морские волны. Оно и понятно. Море лучшая часть греческого пейзажа. В остальном он состоит из жарких гор и колючек. Плавать здесь лучше, чем ходить. Как показывают экспонаты выставки, современные модельеры, перенимая у древних водную метафору, часто включают в свои произведения морские мотивы. Доведя эту идею до сюрреалистического преувеличения, Александр МакКвин предстоял на выставке свою новую этого года работу. Ее тут же прозвали «Платье кораблекрушения». Действительно, пошитый из драгоценного бежевого шелка наряд, выглядит так, будто его хозяйка только что спаслась с Титаника. Надо сказать, что попав в просторный зал института костюма, зритель чувствует себя так, будто он оказался на балу маскараде. Экспозиция завораживает и обезоруживает, превращая всех нас в провинциальных ротозеев, вертящих головой без всякой системы. Но система все же есть. Как объяснил директор митрополитен Филипп Монте-Белло, экспозиция должна продемонстрировать непрерывную линию влияния классических традиций на эволюцию моды. Что ж, при желании выставку можно смотреть и в хронологическом порядке, вынеся попутно несколько занятных исторических уроков. Хотя идеализированные представления о греческих костюмах никогда не исчезали с картин художников, в жизни античная мода появилась лишь с французской революцией. Начитавшееся Руссо с его культом о прощении естественности Европа, прежде всего, конечно, Франция, вели в обиход простые платья, которые, как тогда считалось, носили пастушки в Аркадии. Мы хорошо знаем эти наряды по-толстому, так одевалась Наташа Ростова. Кстати сказать, эта выставка подбила меня перечитать все четыре тома «Война и мир». Представленные на выставке женские костюмы, они относятся к первым годам наполеоновской эры, представляют собой высоко подпоясанные платья из тончайшего полупрозрачного хлопка. Ткань совсем не скрывает, как это было принято ранее, женские формы. К тому же, рискованная по любым меркам декольте оставляет взгляду полуоголенную грудь. По этому поводу составители чудного каталога к выставке пишут, что в Древней Греции ни одна женщина, даже Гетера, не позволила бы себе выйти на улицу в столь неприличном наряде. Однако, в начале 19 века такой фасон ничуть не смущал дам высшего общества. Стоит заметить, что античная мода тогда, как, впрочем, и сейчас, захватила одних женщин. Мужчины никогда не думали наряжаться древними греками. Даже самые горячие любители античности, вроде Байрона, не могли решиться на то, чтобы показаться на людях без штанов. Тут мы до сих пор остаемся варварами. Следующая волна греческой моды пришлась в 30-е годы уже 20-го столетия. На этот раз причины были другими. После века джаза, после легкомысленных и бунтарских 20-х годов, не растепенился. В культуре наступило время неоклассистических тененций. Чуткий Шкловский понял, что пора левого искусства кончилась, когда в советской архитектуре появилась колонна. На выставке в институте костюма наряды 30-х годов занимают центральное место, иллюстрируя очередной виток греческой моды в современном обществе. Очень интересное объяснение этому второму возрождению я нашел в глубокой рецензии, которую написал архитектурный обозреватель Нью-Йорк Таймс Герберт Мешамп. Во всем виноват, утверждает он Голливуд. В 30-е годы кино было еще черно-белым. Это обстоятельство вынуждало кинозвезд обходиться без цветных нарядов. Монохромная палитра в костюме естественным образом соответствовала нашим представлениям о бессветности греческого искусства. На самом деле, как давно доказали историки, храмы и статуи эллинов были ярко раскрашены. Но мы, насмотревшись руины музеев, привыкли представлять себе античность одноцветной. Так или иначе, выставленные в институте платья из черного, белого или серого шелка переносят зрителя в сверхэлегантный голливудский мир 30-х годов, когда пострадавшая от Великой депрессии Америка могла себе позволить упиваться роскоши только в кино. Впрочем, греческая мода, в чем нас убеждает выставка богини в Нью-Йоркском институте костюма, всегда была привилегией только богатых и знаменитых. Сколько бы мы ни говорили о благородной простоте античности, подражать ей слишком дорогое удовольствие. Как знают не только философы, но и модельеры, в мире нет ничего дороже простоты. В эфире очередная передача из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск посвящен выставке «Богини. Античные мотивы в современной моде». Передачу ведут Александр Геннис и музыковед Соломон Волков. Соломон, переходя к музыкальной части наших картинок, я хочу задать вам один важный вопрос. Художники, писатели, поэты и, как мы видим, даже модельеры могут подражать грекам, потому что история сохранила нам великие образцы античного искусства. Но от греческой музыки, насколько мне известно, почти ничего не осталось. Я знаю только несколько тактов, авторство которых приписывают и в репиду. Этот мотив звучит в фильме Феллиниса «Терикон». Он же сопровождал ему рассказ о выставке. Что же имеют в виду композиторы, когда они возрождают, так сказать, никому неизвестную древнегреческую музыку? Мне кажется, которая только что прозвучала, это все-таки не больше и не меньше, чем фантазии современников на темы, о которых они ничего не знают и точно знать не могут. Но вот эти фантазии каким-то образом соответствуют их теперешним представлениям о том, какой должна быть Греция, какой должна быть древность и так далее. Мне кажется, что этот фрагмент гораздо больше говорит о современных вкусах авторов этой реконструкции, чем о какой-то реальной древнегреческой музыке, от которой ничего, даже рожек и ножек не осталось и, думаю, что которая уже и невосстановима. Мне кажется, в этом смысле честнее поступил Сергей Иванович Танеев, замечательный русский композитор, когда он, написав, может быть, единственную оперу на такой вот классический античный сюжет, Аристеев, вообще отказался от какой бы то ни было идеи, какой бы то ни было стилизации. То есть он никак вообще не стал соотносить музыку своего опера не только с неизвестными, ни ему, ни нам образцами подлинной древнегреческой музыки, но и с никаким представлением о том, как может или должна была бы звучать такая музыка, а просто сочинил свою оперу, исходя из своих представлений о величественном стиле, достойном как бы вот этого сюжета. Вообще, я должен сказать, что если весь 18-й русский век прошел в значительной степени под знаком античности, начало 19-го тоже, то уже где-то со второй половины 19-го века наступил резкий спад интереса к античности. Она в русском обществе воспринимается как нечто совершенно далекое, чуждое и скучное. Поэтому, когда Танеев в 1895-м году опера была поставлена, он ее писал с 1887-го по 1894-й год, то общий тон критики был такой, ну что это, кому это нужно, кому нужен этот скучный сюжет, все это какие-то допотопные предания, которые совершенно не способны привлечь интересы публики. Но профессионалы, на них эта опера произвела сильнейшее впечатление и в частности такой строгий критик и вовсе не такой уж дружественный к Танееву как Римский Корсаков написал о том, что в этой опере есть страницы необыкновенной красоты и выразительности. Для Римского Корского это колоссальный комплимент. И я с ним согласен. В этой опере есть очень выгодные для вокалистов моменты, поэтому мне очень удивительно, что до сих пор опера остается забытой не то, что на Западе, где ее практически вообще никогда за мои 27 лет я не видел бы, чтобы где-то в репертуаре западного оперного театра появилась бы Аристея Танеева. Но и в самой России, насколько я знаю, ее почти не исполняли. Вот недавно я прочел, что Геннадий Рождественский хочет поставить наконец эту оперу, и я бы очень приветствовал такую инициативу с его стороны, потому что, как я сказал, уже опера замечательная. И мне кажется, что я даже открыл секрет актуальности этого сюжета Аристея для самого Танеева. Значит, оперство из трех частей Агамемном, Хаефор и Эвменида. В первой части убийство царя Агамемнона, царица Экли Тимнестра. Во второй месть ареста и электра детей Агамемнона, они убивают Экли Тимнестру. И в третьей части богиня Афина прощает ареста, которого преследует богиня Мщини. Я сопоставил две даты. Начало сочинения в 87-й год и 81-й год. Это убийство Александра Второго. Только-только оно произошло. Только-только были повешены пять народовольцев. И только-только Владимир Соловев обратился к Александру Третьему с призывом помиловать народовольцев. С таким же призывом обратился к нему, как известно, Лев Толстой. Тем не менее, народовольцы были повешены. И вот этот цикл жестокости и варуста продолжался. И мы все знаем, чем он закончился. А идея оперы Танеева как раз именно в этом. Это опера о том, что на смену закону мести должен прийти закон мравственного оправдания. То есть Танеев-то как раз писал свою оперу. Я об этом никогда нигде не читал. Вот сейчас это свое соображение впервые представляю на суд. Танеев, я убежден, писал эту оперу, откликаясь вот на эти актуальные, новейшие события. И поэтому так для него актуально и думаю, что и для его ближайших друзей звучало предсказание прорезательницы Кассандры. Это замечательная совершенно ария из дальних стран и из оперы Танеева «Аристея». Первое действие. «Аристея» «Аристея» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И я думаю, что отклики этих радикальных разговоров семьи Танеева, конечно же, получили какое-то отображение и в музыке аристей, в частности, в этой арии Клитимнестры. Эта ария остается одним из ярких примеров преломления греческих идей в российском искусстве и, в частности, в российской музыке. Субтитры создавал DimaTorzok Вы слушали очередную передачу из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск был посвящен выставке «Богини» в Нью-Йоркском институте костюма, которая рассказывает об античных мотивах в западных фасонах. Передачу вели Александр Генис и музыковед Соломон Волков. Субтитры создавал DimaTorzok Напоминает мне Устала я Умыкаются глаза О, если б сном забыться я могла О, если б сном забыться я могла Услышь моё моление Ты блаженный Бог Морфей Дай душе успокоить И забвенья не лить Хоть на краткой мгновенье В душу скорбную В душу скорбную Врали В душу скорбную Врали О, услышь моё Оленье Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Теперь радио «Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм». Свободные системы обмена сообщениями Мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации Каналы «Радио «Свобода»» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова